Вот это пожар. Поселок Косая гора. Недалеко от местного кладбища полыхает сухостой. Пламя затронуло несколько захоронений. Территорию окутал дым. На месте работали два пожарных расчета. Помогали бороться с огнем даже очевидцы. Общими усилиями кладбище отбили. Вот я видел там огонь, шел дым. Позвонил в пожарную 101. Огонь они сбили, хотя немножко могила пострадали. Первые, особенно ближайшие, погорели, конечно, полностью. Некоторые не совсем. Но дальше они не пустили. Поле они, хотя и загорелось, они все, я видел, тушили вручную. Огонь очень сильно распространялся, подымался большое пламя. Пожароопасная ситуация в Тульской области остается сложной. В жилом комплексе Левобережный только река, которая оказалась на пути огня, не позволила пламени приблизиться к домам. Одной из самых обширных площадей по количеству возгораний остается территория Большой Тулы. Количество выездов пожарных бригад за последние несколько дней увеличилось почти в четыре раза. Буквально пять дней назад количество выездов на тушение сухой травы и мусора у нас было, составляло порядка 50-60 выездов. То уже на вчера эта цифра достигла порядка 200 выездов. Это 130 на сгорание сухой травы и порядка 70 на тушение мусора. Неконтролируемый огонь порой приносит значительные убытки. Плюс тревогу бьют экологи. Нередко в огне погибают животные и насекомые. Срок восстановления их среды обитания составляет 5-6 лет. Это поджигатели не останавливает. Ровно как и наказание запал сухой травы. Для граждан это штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей. Если, конечно, поджог не привел к трагическим последствиям. В этом случае наступает уголовная ответственность. Анна Молодцова, Сергей Давыдов, Новости Тулы.